Дорогие братья, в первую очередь хочется поздравить всех жителей Кураха и всего района С наступающим мусульманским праздником Идуль-Фитр Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах принял посты, хорошие деяния И простил нам недостатки и ухудшения, которые мы совершили в этом месяце А если есть те, кто не постелись, дай Аллах им желание и хорошего намерения Ход в следующий год начинят полноценно держать урозу Во-вторых, мы передаем вам салам муфтия республики Ахмада Хажи Который поручен нам во всем местах, куда мы идем Чтобы мы передавали им салам нашего муфтия Ассаламу алейкум и рахматуллахи и баракату Далее хочу просить Всевышнего Аллаху Та'ала Чтобы Аллаху Та'ала нам дал благополучие в обеих мирах И чтобы Аллаху Та'ала дал помощь совершать только то, что делает его довольным И чтобы Аллаху Та'ала нас спас от испытаний, которые так друг за другом идут на наш Дагестан И от тех смут, которым поражают многих наших братьев и сестер Дай Аллаху Та'ала, чтобы от этой смуты, от этой гибели, от болезней и от других всех тех вещей О которых мы даже не умеем просить Аллаха, чтобы Аллаху Та'ала нас спас и сохранил нам, наших близких людей Далее, обычно вот такие мероприятия Ну, понятно, конечно, что спортивный интерес, он очень сильный И многие, наверное, думают, когда же нам в руки дадут лук и стрелу, чтобы стрелять Мы, конечно, ваше драгоценное время не будем занимать долго Но есть вещи, на которые нам нужно уделять внимание Я обычно рассказываю историю из жизни Мална Срудина Потому что его почти все знают И в его истории бывает много удивительных таких поучительных моментов Вы, наверное, не раз слышали, что у него, говорит, у Мална Срудина украли шапку И когда вор убежал, люди, которые рядом были, сказали, говорит Вор бежит, говорит, догоните его Он не стал, говорит, за ним бегать Он спокойно пошел к дверям, к входу в кладбище и стал, говорит, там Ему сказали, говорит, что ты здесь стоишь Почему ты за вором не гоняешься Он, говорит, сказал, куда бы ни бегал, говорит, рано или поздно сюда придет, говорит Поэтому, говорит, я буду здесь его ждать Это такая истина, в которую никто не хочет верить Которую каждый из нас тоже знает На нее, конечно, чуточку мы с вами должны обращать внимание Здесь немало людей, наверное, жило Они живут сейчас и после нас тоже, иншаллах, будут жить Но человек уходит, а след его деяния остаются Поэтому каждому человеку нужно думать о том Что же этот человек после себя оставил Оставил плачущих детей, плачущих женщин, плачущих родителей Или же оставил хорошее имя, которым весь село, весь район восхищается И говорит, мы с района такого человека, который вот так жил Поэтому, говорит, в хадисе пророка, саллиллаху, алейхи вассаляма, говорится Когда человек умирает, когда человек умирает И уже вот начинается дома его, вот этот джаназа, его тело уже на кладбище выносит С этого момента до кладбища, говорит, этому человеку задается 70 вопросов Уже спрос начинается 70 вопросов задается И первый вопрос у него будет таким Ты, говорит, украсил то, на что люди смотрят Почему ты не украсил то, на что Аллах смотрит? Мы все знаем, что Если на нашу одежду там какая-нибудь капля в вещество попадет Мы теряем покой Но наше тело изнутри и сердце грехами набиты бывают И за вот эту вещь Аллаху Та'ала даже до похорон человека будет спрашивать Поэтому нам нужно очень думать Стараться, чтобы в таком положении у нас было чем ответить Конечно же, мы все дорогие братья Ну, не безгрешные У каждого из нас есть ухудшения Были перед нами тяжелые времена Особенно перед нашими отцами 70 лет коммунизма, когда у людей не получалось Как-то иблю тоже искать Мечет тоже заходить Коран тоже учить Но уже 25 лет Как каждый мусульманин может делать свое богослужение Изучить рельму И идти по той пути, которую пророк, салаллаху, нам указал Поэтому, если у этого человека не получается И сейчас тоже у этого человека оправдания не будет Нужно человеку, хоть то, что в силах Как-то стараться наверстать Но больше он наверстает своим благим нравом Потому что пророк, салаллаху, алейхи вассалям Хадисы говорит Когда, говорит, четыре качества, говорит, есть Если это четыре качества у тебя будет В тебе будут эти четыре качества Значит, то, что ты пропустил То, что ты упустил в своей жизни За это, говорит, не переживай, издуньяла Что же это? В первую очередь Сыдкуль-Хадис Будь правдивым, говорит Не лги, не обманывай Пусть из твоего рта не выходит ложь Второй Хифгуль-Амана Сохрани, говорит, доверие Когда человек доверяет что-то тебе Вот эта вещь, говорит, соблюдай Не изменяй Не будь изменником, предателем не будь Третьих Хуснуль-Холук Красивый нрав Красивый нрав Пусть человек на тебя смотрит И в тебя влюбляется Пусть от тебя исходит только хорошее Даже был, виден был надпись Красивый нрав, говорит Это как роза Чем люди топчут От нее только исходит красивый запах Вот это красивый нрав И четвертый Риффатуматан Это чтобы у тебя была чистая халал еда Если вот эти четыре вещи есть у человека Даже что-то у него Если в прошлом жизни не получилось Иншаллах Рахман Аллаху Таалла Из-за этих качеств Спасет его Почему именно Пасадник Аллаха Саллиллаху Алейху Асаляма Выбрал вот это Почему именно Вот эти четыре качества Да потому что Муэмин Муэмин Мусульманин Ему несвойственно ложь Ему несвойственно обман Даже среди тех людей Жуликов Бандитов У них даже не ценится лжец Они даже говорят За слова надо отвечать Так же А что говорит о мусульманине Мусульманин тем более Не имеет права обманывать Однажды Фасадник Аллаха сидел, говорит, опираясь на что-то. И один сподвижник пророка спрашивает, я Расул Аллах. Может ли му'мин убить человека? Посланник Аллаха сказал, да, иногда у него такое получается. Это грех большой. Но получается. Тогда, говорит, спросили пророка, может ли му'мин совершать зина? Посланник Аллаха сказал, иногда получается у него такое. Это грех иногда получается у му'мина. Тогда этот человек спросил, говорит, я Расул Аллах, может ли му'мин лгать, обманывать? Тогда пасаник Аллаха, саллиллаху алейху асаляма, привстал, он же опираясь сидел, привстал и сказал, нет, му'мин лгать не может, му'мин обманывать не может. Потому что сделает он плохое, ошибется, он скажет, я ошибся, я рабби, я совершил грех, прости меня. Нет, я не совершал это, это другой совершал. Вот так не скажет он. Поэтому ложь, он очень мерзкий, очень противный вещь, который нарушает, портит достоинство человека. А когда у человека достоинства нету, когда он ниже принтуса падает, этот человек портит все, что вокруг него есть. Как у нас говорится, одна паршивая олса, все стадо портит. Он начинает уже портить и прозорить джамат, в котором он находится. Правда, она спасает человека. Вы, наверное, слышали историю Абдул-Кадыр Гилян и Кудеса Сируху. Когда еще маленьким был, мать, видимо, мама с этого, с Абдул-Кадыра, Кудес Сируху, взяла слово, чтобы он не обманывал никогда. Он родной матери дал слово, мать, я не буду обманывать никогда. Тогда в одном из сафаров, на их караван, среди которых был молодой юноша Абдул-Кадыр Гилян и Кудеса Сируху, напали разбойники. Они напали и начали забирать все, что у людей есть. Они ловили человека, говорили, есть деньги? Он говорил, нету, ничего нету у меня, я бедный человек. Они искали, находили там кошелек, здесь кошелек и так далее. Вот так они, забирая все, очередь доходит до Абдул-Кадыр Гилян и Кудеса Сируху. Ему говорят, у тебя есть деньги? Он говорит, есть. Да ну, есть, наверное, оставили его, ушли дальше. Второй разбойник ловит его и говорит, у тебя есть деньги? Он говорит, есть. Он говорит, да ну, дурак, нету, наверное. Уходит дальше. Третий подходит, он говорит, у тебя есть деньги? Он говорит, есть. А ну, покажи, говорит, вот они, говорит он. Вах, что это такое? Деньги есть? На самом деле, Акарс тоже есть. А он, говорит, взял его, с этим человеком, они подошли, говорит, к главарю разбойника, к вожду и говорит, слушай, это юноша интересный, говорит. Все говорят, нету денег, у них находили. У него, говорит, есть, сказал, и есть деньги тоже. Тогда, говорит, этот вожак спрашивает ему, ты почему правду сказал? Он, говорит, сказал, я маме слово дал, не обманывать, никогда. Тогда, говорит, он сказал вождь, ты маме слово дал, держишь ее? Я Аллаху слово дал, не грешит, но я не держу. Вот в этом месте этот человек табу сделал, говорит, и справился, и все разбойники тоже бросили ремесло. Значит, отсюда, дорогие братья, мы понимаем, что вот эта вот правда, она спасает человека тоже. Она спасает во всех отношениях. И иман человека спасает, и жизнь этого человека спасает. Второй момент, то, что мы сказали, хифбуль амана, сохранение аманато, сохранение доверия. Это тоже, говорит, очень важный момент, потому что нету совершенного имана у того, кто не сохраняет доверие людей. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, про мусульманинов сказал, мусульманин тот, чей язык и рука не вредит другому. Если вы, дорогие братья, кто-то рядом с вами будет, человек, который считает себя мусульманином, но находясь рядом с ним, вы не спокойны, вы не доверяете ему, вы знаете, что этот человек может проткнуть нож где-то, может обмануть, может, как у нас говорят, кинуть, говорят, да, значит, этот человек не полноценный мусульманин. Поэтому амана должен быть. То есть мусульманин появляется, люди уже с облегчением вдыхают, а, الحمد لله, он пришел, сейчас спокойно мы можем находиться. Вот этот человек мусульманин. И каждый маджлис амана, бил аль-маджалису бил амана, говорят, у любого маджлиса свой аман отбывает. И вот Аллаху Та'ала тоже на человека возложил амана богослужения. Потому что Аллаху Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рухману рухим, Я предложил говорить аманат небесам и землям и горам, они отказались. То есть инсант, то, что на себя взял богослужение, от нее небеса, земли, все отказались. Но инсант на себя взял. Поэтому, когда мы, дорогие братья, рамадан месяц, не держим урозу, которые сказали Господу, Я, араби, ты нам абрикосы тоже дай, ты нам арбуз тоже дай, хороший плод тоже дай, урожай тоже дай, дождь тоже дай, 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 мы просим. Да? Столько же просим. Никто же не хочет, если сейчас град пойдет, все испортится. Не хочет. Хочет, чтобы спелые такие персики были у него, арбуз диня был, все хочет. А Аллах говорит, тогда ты тоже рамадан месяц держи урозу и пять намазов делай. Он говорит, конечно, какой разговор. Да? А то, что Аллах дает, все кушаем, а когда нам нужно давать, чуть-чуть зимой будем держать, когда день короткий будет. Это же измена. Это хияна. Это человек не выполняет свое слово, не держит он. Поэтому так нельзя. Один раз получилось, давайте второй раз не допустим этого. Чуть-чуть будем и мужчинами, которые за слово отвечают. И следующий, дорогие братья, третий же было сказано. Хюст ноль холюк. Красивый нрав. Красивый нрав, это очень важно. Это очень важно. В наше время, дорогие братья, особенно наше молодое поколение, мы с вами стали такими, что на нас весь мир смотрят. Вот здесь, например, сейчас один человек снимет, фотографию сделает, ватсап кинет, Америка кто-нибудь сразу смотрит. Также элементарная вещь. Здесь пик, там уже большой удар получается. Вот за 5-10 минут все, что в мире, где угодно появляется. Поэтому нам важно сохранить образ хорошего, праведного, настоящего мусульманина. Ведь когда в Дагестане какой-то человек сделает какое-то подлое дело, эти мусульмане там в Дагестане все такие. Так же скажут. Поэтому нам нужно, нам нужно держаться, савру делать и так далее, и так далее, чтобы мы не позорили свое имя. Ведь мы с вами, дорогие братья, мы с вами, то, что совершаем, оно может стать причиной для принятия ислама кем-нибудь где-то или же наоборот для отторгания от ислама кого-то. Не так ли? Поэтому здесь очень важно красивый нрав. Каждый из нас это носитель ислама. И люди как-никак, они не читают книги, они не читают хадисы пророка, саллаллаху алейху асаляма. Люди, например, не мусульмане, они не изучают жизнь пророка. Когда им об исламе говорят, они смотрят на мусульман. Мы говорим им, ислам это красивый. Он говорит, вот у меня был мусульманин там, со мной, говорит, жил, там квартиру снимал. Потом, говорит, убежал, деньги тоже не дал. Вот какой ислам. Они вот так будут говорить. Поэтому мы обязаны просто, обязаны показывать красивый нрав. Пасаник Аллаха, саллаллаху алейху асаляма, говорит, радостному человеку, когда он умирает, если его грехи тоже умирают. Допустим, человек пьет, выпил он за всю жизнь 250 бутылок водки. На нем только 250 бутылок водки. Но если он научил одного выпить это, научил, и всего одну бутылку выпил. Вот пока этот человек будет пить, даже если он сам одну бутылку выпил, вот все ему записывается. Он-то будет учить другого, тот третьего, третий, четвертого. И так он умер уже, а ему грехи пишутся, как будто живой преступник занимается своими преступлениями. Поэтому нам с вами нужно вместе с этим не только делать намаз, не только держать уразу и так далее, но быть красивого нрава человеком. Кто такой мусульманин? Вот тот, видите, вот этот красивый человек. Вот такой бывает мусульманин, что мы могли говорить. Поэтому какой же нрав был у пророка, саллиллаху алейхи вассаляма? У пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, нрав был таким, когда Аиша, радия Аллаху анха, ее спросили. Она сказала, его нрав был Куран. Все, что в Куране есть, у него было, а все, что в Куране нет, то есть порицаемо этого у него не было. И мы сейчас расскажем один из этих примеров. У нас с вами порой, ну, у меня в жизни были случаи, когда мы мирили людей, дух родных братьев, за то, что, например, от отца осталось у них, например, там селение, горах, где ни один из них не живет там в селении. Просто один унаследовал вот эту, как это называется, землю полуразрушенным домом, а другому не достался это. За это обиделся, тот отец одному дал, другому не дал, из-за этого этот брат с другим братом не говорил 10 лет. Салам дает, не отвечает, асаламу алейкум, алейкум саланету, ураза байрам, курбайм байрам, друг друга не видят, вот так живут. Ну, слушай, 10, хорошо, 10 лет у него это, ни один из них 10 лет, за 10 лет там никто не жил. Просто это твое, это мы, вот это слово там. Что получается? Он же мог так же посчитать, что это мой тоже. Какая разница, никто же там и так, и так не живет. Пусть скажет, а мой и все. Один человек, бедный человек, когда оказался перед правителем, видимо, правитель решил над ним чуть-чуть посмеяться. И он, говорит, сказал, эх, что за твоя жизнь, говорит, где нету дворцов, где нету еди, где нету женщин, много там наложниц и так далее, как ты живешь? Это нищий сказал, это все у меня есть. И дворцы есть, и наложницы есть там куча, и еди есть навалом. Вот так, говорит, у меня бывает. Он, говорит, где это есть? Он, говорит, когда я сплю, я все у вас не вижу, говорит он. И дворцы, и женщин, и еду. И король, говорит, начал еще больше смеяться. И он, говорит, сказал, какой толк от этого, если ты глаза открываешь, все исчезает? Тогда нищий сказал, какой же толк от твоего этого, когда глаза закрываешь, исчезает? Это у тебя тоже исчезает? Поэтому сказал бы там, это мое, и все. Но как можно с братом не разговаривать? Поэтому, ну, кто-то же скажет, эти мусульмане, они с братами не разговаривают 10 лет. Вот в ислам же скажут. Нельзя так. Вот пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда посланник Аллаха с истиной, с правдой, с хорошим к людям пришел, эти люди не приняли. Они стали камнями закидывать его. Но когда уже окровали меня головой, ногой, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, из Таифа возвращался, Аллах отправляет ангела и говорит, если ты хочешь, мы уничтожим это село. Посланник Аллаха говорит, саллиллаху алейхи вассаляма, нет, нет, не надо уничтожать. Может, без этих детей появится хоть один человек, который будет говорить, ля илляхи, ля илляллах. Сейчас, например, просто иногда в городе где-то в лицо человека боится смотреть. Посмотрел, что смотришь, говорит. Ну, извините, конечно, там, да. Смотреть нельзя. Что смотришь, говорит. Ну, красивый, да, инстант, что делать. Вот так нельзя жить, как животные нельзя жить. Посланник Аллаху своим нравом убирал, уничтожал эти все вот эти дурные вот эти нравы, которые у людей было. Вы же, наверное, слышали, у арабов была такая традиция, они, когда дочери рождались, они живыми хоронили дочерей, стесняясь от позора. Живыми хоронили. Посланник Аллаху сказал, нет, нет, они дети. Про себя сказал, я отец дочерей. Ведь ни один сын же не жил до такого возраста у пророка, саллиллаху алейхи ва саллим. Вот хотел бы несколько примеров из их жизни рассказывать. Ну, конечно, для начала хотелось бы сказать, когда пророка, саллиллаху алейхи ва саллим, спросили, что такое красивый нрав. Посланник Аллаху алейхи ва саллим сказал, красивый нрав простит того, кто тебя притесняет. Простит того, кто тебя притесняет. Давать тому, кто тебя лишает. Обратите на это слово. Давать тому, кто тебя лишает. Кто тебе дает, ему давать не говорится там. Потому что это же коммерция получается. Я тебе, ты мне. А тут давать тому, кто тебе не дает. И так же делать добро тому, кто тебе вредит. Вот это есть красивый нрав. Это есть мужество. У нас, например, сейчас практикуется. Ле-е, ты че там, он тебе так сказал, ты почему ему не сказал. Он тебя ударил, терпило, говорит, да. Вот такие слова бывают, например. Наоборот, находятся люди, которые толкают его. Нет, это не мужество. Посланник Аллаху алейхи ва саллим говорит, мужчина не тот, кто может побороть другого. Мужчина тот, который контролирует себя при гневе, когда злой. Он контролирует, держивает руках. Ну, разбил ребенок телефон. Дал по шочину, ногой дал. Это мужчина, что ли? Ну, ребенок что делает? Надо в следующий раз телефон высоко ставить. Вот это и есть красивый нрав. Однажды к пророку, саллиллаху алейхи ва саляма, приходит один иудей, еврей. В кругу больших асхабов бывает пророк. Где Умар, ради Аллаху ану, Али и так далее, и так далее. Такие асхабы. Разбивая вот это риды, он заходит к пророку, держит пророка за одежду, дергая его, говорит. О, Мухаммад, верни долг, который ты должен. Вы, хашимити, то есть из тухума хашима люди, вы люди, которые не выполняете, вот не возвращаете долг во время. Вот так дернул, говорит пророк, саллиллаху ану. Вы знаете, пацанник Аллаха кем будет для асхабов? Это, если мы скажем, как папа для детей, это значит ничего не говорит. Тогда Умар лаял анху, и тащил сабли, и говорит, Ярусула, дай мне разрешение, говорит, отрубить этому человеку голову. Пацанник Аллаху асхабов говорит, нет. Нет, Умар, говорит. Ты мог бы лучшее делать. Что же лучшее? Скажи, говорит, мне, что я вовремя выплачивал долг. А ему, говорит, что красиво просил долг. Вот так скажи, говорит. Просто. Ну, вот сейчас, например, даже мы не будем говорить, например, там, имама. Вот кто-то возьмет, например, голову Адму Сесирайона за грудь. Это целый шум был, не так ли? Это посланник Аллаха, из нора которого весь Алам создан, весь мир создан. Вот его, когда дергал, он сказал, нет. Не говори так. Скажи мне, чтобы я возвращал, а скажи, говорит, ему тоже, чтобы красиво просил. Оказывается, еще три дня было до возвращения долга. Три дня было. Еще не было, не наступило время возвращения долга. Тогда, говорит, этот иудей, говорит. Я, Расул Аллах, я не приходил, говорит, для долга. Просто я в Таврате, и вот книги, да, вот, иудеев, которую Аллаху Таалла, Муса Асаламу Пророку, было не способна. В Таврате я нашел все качества твои. Оказывается, истинные. Оставалось одно качество, которое мне нужно было испытать. Это значит, твой, говорит, вот глупость глупого человека не прибавляет, говорит, твой гнев. Наоборот, говорит, у тебя умножается прошение. Я сегодня это тоже нашел. Поэтому я свидетельствую, что нету большинства, кроме Аллаха, и Мухаммад, салам, посланник Аллаха. И один пример из, вот, хороших людей тоже расскажу. Вы, наверное, все слышали, Ибрагим Адхам. Был такой большой валий, святой человек был. Видимо, кто-то хотел его задеть. Часто бывают такие люди, которые как-то, ну, за больное хотят задеть. Они сказали ему, Ибрагим Адхаму, рахима Аллаха, слушай, Ибрагим, твоя борода лучше, или хвост собаки лучше? Ну, такой вопрос задают. Ну, понятно же, это он не хочет там интересоваться, у него такой, понимаете ли, по науке какой-то большой вопрос возник, и он спрашивает. Он просто перед людьми говорит ему, твоя борода лучше, или хвост собаки лучше? Ибрагим Адхам, рахима Аллах, даже не возмутился, он сказал, если эта борода в рай войдет, он лучше, а если не войдет, то хвост собаки лучше. Правда же? Ах ты, солочь, схватил его за грудь, там я тебе собаку сделаю, там побил. От этого что стало бы? Ну, видите, как можно спокойно этому ответить? Поэтому, дорогие братья, я прошу вас, изучайте, пожалуйста, жизнь пророка Саусалам, жизнь асхабов. Не будьте мусульманами, которые мимо от ислама ходят. У нас часто бывает, все мы не по-исламски решаем, все. Когда, например, в важных моментах нам нужен ислам, мы как-то в стороне держимся, а имя мусульмана носим, давайте пользоваться теми благами, которые там есть. Я привожу пример одного человека, видимо, один человек сидел на дороге, попрошайничал 30 лет, попрошайничал этот человек. И однажды проходил рядом человек и говорит, дай мне деньги он, этому человеку. А видимо, у него как-то, как у нас часто бывает, что они меняем, деньги менять, забываем, да? И он говорит, слушай, денег тоже нету. И неудобно, слушай, просто мимо пройти. Он заметил, что где он сидит, под ним такой сундучок. Он говорит, что за этот ящик под тобой, Это ящик, я просто нашел здесь, это что, мне удобно было попрошайничать, да? Точку открыл этот человек. А что там, Да там ничего нету, говорит он. Он говорит, может, ты откроешь, посмотришь? Да я здесь 30 лет на ней сижу, если что-то был бы там. Он настаивал на то, что он его открыл. Когда открыли, полный денег нашел. 30 лет, оказывается, это попрошайник на ней сидел, просил, и даже не додумался его открыть. У нас положение такое, мы мусульмане, богаты исламом. Там нету таких жемчугов, где-то, которые водятся. Все есть там. Поэтому давайте пользоваться этими. И хотелось бы сказать, каждому человеку, конечно, весь римм изучить тяжело бывает, но я вам хочу сказать, когда кто-то с вами будет говорить от имени Ислама, от имени пророка, саллиллаху алейкум, и вы хотите знать, что этот человек на самом деле ли истину говорит, от его слов среди вас должен сплоченность, братство, мир и понимание зарождаться. Если эта вещь на самом деле после его разговоров среди вас есть, идет это, значит, алхамдуллах, он правильно говорит. Но если он говорит от имени Аллаха и пророка, и среди вас еще больше раздора, непонимания, обиды, убийства идет, нет, он не от имени Аллаха и пророка говорит, он говорит от шайтана. Это тоже знаете. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва раката.